Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Если вы думаете, что это видео будет коротким, то лучше сразу выключайте, нажимайте на кнопку стоп и занимайтесь своими делами, потому что это видео будет очень длинным. Но я специально решила сделать его очень длинным, потому что к сегодняшнему дню сложилась такая ситуация, что я получаю очень много вопросов касательно моего опыта изменения питания и оздоровления. И эти вопросы, они идут с каждым днём, их всё больше и больше. И мне пришло в голову, что пора уже сделать какое-то большое всеобъемлющее видео, в котором бы я показала именно свой путь, как это всё было у меня, и чтобы те люди, которые задают такие вопросы, они прямо вот на моём примере увидели, как это всё может происходить, на примере конкретного человека, и как этот опыт они могут применить к себе или соотнести со своим, или сравнить, взять что-то полезное или учиться на каких-то моих ошибках. И также к записи этого видео меня подтолкнул недавний просмотр записи эфира Михаила Советова на такую же тему, он рассказывал о своём опыте. Мне было очень любопытно слушать эту запись, потому что Михаил Советов вообще личность такая мной уважаемая, и его опыт мне очень интересен. И я подумала, почему бы мне тоже не сделать такую запись и не рассказать о своём опыте. Моё сегодняшнее видео будет состоять из двух частей. В первой части я рассказываю именно о своём опыте, во второй части я отвечаю на вопросы моих зрителей, которых накопилось очень много, я их специально собрала. Они все так или иначе касаются именно опыта перехода на другой тип питания и опыта оздоровления при помощи этого перехода. Итак, я начну с самого начала. 2016 год стал переломным в моей жизни, и он разделил мою жизнь на «до» и «после». До 2016 года я была, в общем-то, самой обычной женщиной с типичными проблемами женщины, которая подходит к критическому возрасту. А именно, мне было 53 года в 2016 году, и у меня в полном расцвете было всё то, что обычно бывает в это время у женщин. То есть, период климакса со всеми вытекающими последствиями приливы, перепады настроения. Целый список или букет, как говорят, недомоганий или заболеваний, которые я, конечно же, сейчас перечислю. И у меня набралось порядком лишнего веса. Но на тот момент, в 2016 году, я не очень-то осознавала, что это вес лишний. На самом деле, он лишним мне не казался. Дело в том, что всю жизнь я была худенькой девушкой с ростом 170, весом 55 кг. И вот такой вес у меня сохранялся практически всю мою сознательную жизнь. Очень часто мне даже, наоборот, хотелось где-то и поднабрать вес, чтобы выглядеть более женственно. Мой вес начал расти, причем так активно. И с 55 кг я набрала 78. То есть, к 2016 году, а именно на период конец весны, начало лета, мой вес составлял 78 при росте 170. И для меня это, конечно, была уже очень солидная цифра, потому что это было непривычно для моего организма. В чем это выражалось? Ну, это, конечно же, был, как положено, отвисший живот, целлюлит, складки жировые на боках, елочка на спине, пухлое лицо, по циркулю, можно сказать, вес, который мне уже начал доставлять некоторые неудобства. Поскольку я человек очень активный и всю жизнь занималась спортом, то на тот период мне уже было довольно трудно не только заниматься чем-то, какой-нибудь активной ходьбой или гимнастикой, это было очень трудно, потому что уже тело потеряло свою гибкость. Но мне даже было трудно и просто ходить, просто подниматься по лестницам даже на второй этаж, не говоря уже о горках. А мы в тот период жили в Сочи, а Сочи – это город на горках, и мне было очень трудно там везде ходить и подниматься, потому что это всегда была одышка, болели суставы, вот, кстати, о перечне заболеваний, которые к тому времени накопились. В первую очередь это были очень болезненные ощущения в суставах. У меня болели практически все суставы, особенно при движениях, начиная с фаланг пальцев на ногах, то есть вот большие пальцы, косточки – это прямо было невозможно ходить. Я даже выкинула все каблуки, потому что было очень больно. Боли в коленях были вообще невыносимы, то есть там приседания, об этом вообще не могло быть речи. Если что-то нужно было поднять с пола, это было 33 усилия. Я там пыхтела, кряхтела, чтобы что-то поднять и достать. Настолько было болезненным это ощущение. Боли в поясничном отделе, они меня вообще всю жизнь преследовали, как лыжницу, которая не умела расслаблять свои мышцы. Нас этому не учили. Прошу прощения. И боли в шейном отделе, воротниковой части, но самая такая яркая боль была в плечевом суставе влевом. Это было то, что, наверное, больше всего портило мне жизнь на тот момент. Это были такие боли, при которых я не могла ни поднять руку вверх, ни одеться, раздеться самостоятельно. Не говоря уже о каких-то там упражнениях. Я ходила по врачам, мне ставили там диагноз, то остеохондроз, то плечевопадочный периартрит. Я проходила всяческое лечение, там уколы, физиопроцедуры, таблетки, мази. Но мне ничего не помогало. И становилось всё хуже и хуже. Кроме того, у меня, как я уже сказала, были жуткие приливы. У меня была мигрень. Каждый месяц у меня были приступы. Там дня по два, по три с рвотой, с потемнением в глазах. Прямо типичные приступы мигрени. У меня был хронический насморк. Периодически схватывала поясницу, и я вылезала на диклофенаки. У меня очень сильно на тот момент обострился варикоз нижних конечностей. Ноги были отечными. На них было больно. Они болели, и даже больно было прикоснуться, особенно к нижней части ноги, чуть выше стопы, ступни. Так, у меня ещё были папилломы на шее выскочили. И это, конечно, было довольно печально, потому что я понимала, что подкрадывается какой-то такой критический возраст, от которого уже нельзя ничего отмотать назад. То есть так называемая старость, которую, конечно же, боятся все женщины. И вот в таком разбитом состоянии и физическом, и моральном я подошла к концу мая 2016 года. И так получилось. Ну, тут, наверное, вот всё совпало, всё сошлось, всё как-то воедино свелось, все обстоятельства, что именно вот в этот период, в мае 2016-го, мне попадает в руки книга Марва Агонян «Экологическая медицина». Я её читаю от корки до корки, буквально там за один вечер, и мой мир переворачивается просто вот совершенно, совершеннейшим кардинальным образом. мир в глаз перевернулся, и я поняла, что так больше жить нельзя, что всё, все эти годы, получается, с помощью нашего неосознанного питания мы наживаем себе все проблемы со здоровьем, мы наживаем себе плохую физическую форму, отсутствие энергии, и мы просто укорачиваем себе жизнь, и семимильными шагами приближаемся к скорой смерти. Я это осознала, и мне стало страшно. Я поняла, что вот я готова, я готова начать с того, что я начну очищать организм, я начну менять своё питание, всё, как вот пишет Марва Агонян в своей книге. И я позвонила мужу, и на тот момент его не было в Сочи, он уехал на какое-то время, а уехал он по той причине, что он, у него астма, он астматик, и в Сочи он начал испытывать очень такой тяжёлый, ну, в тяжёлой форме у него проходила астма, то есть началось осложнение, начались осложнения на сердце, и мы заметили, что при смене климата ему становится лучше, и он на время уехал в другой климат, а я осталась, потому что нужно было тут завершать некоторые дела, то есть мы уже планировали переезд тогда в другую местность, но находились, так сказать, в стадии поиска и прощупывания почвы, и вот он был в отъезде, я прочитала эту книгу, я позвонила ему и говорю, что вот такая-такая-то методика есть, почему бы нам не попробовать применить её, у тебя астма, у меня тоже свои проблемы, давай попробуем, он сказал, что вообще не возражает нисколько, но ему нужно быть тогда рядом со мной, и поскольку тогда у нас не было такой возможности, чтобы он приехал, потому что были другие дела, я сказала, окей, тогда я начну с себя, я попробую сама, как это всё, и если я получу какие-то хотя бы маломальские положительные результаты и буду понимать, что это действительно работает, то тогда мы подключим и тебя. Муж согласился, и я начала свою подготовку. Вот с начала мая и до 29 мая я тщательно готовилась к своему первому в жизни курсу очищения организма методом условного голодания по Марве Аганян. Я готовилась очень тщательно, надо сказать, что я не отступала ни на шаг, потому что я была на эйфории, меня это всё очень вдохновило, замотивировало, мне хотелось как можно скорее к этому приблизиться, поэтому моя подготовка была очень тщательной. Я убрала из своего питания всё, что было для меня привычным, радостным, это всё с сахаром, то есть и конфеты, вся кондитерка, всё мучное, все булки, плюшки, и хлеб, я убрала всё. Я убрала мясо, и там у меня оставалось только яйца, сливочное масло и немного сыра. И по большей части моё питание состояло тогда из растительной пищи, не только в сыром виде, но и термически приготовленном. Это было несложно, потому что это было Сочи, это был май, это была жара, и мне совершенно несложно было находиться вот на таком питании, хотя, я, конечно, я, наверное, греблю душой. В первые три дня, когда я убрала привычные бутерброды из завтрака, там, хлеб с колбасой и всё в таком духе, мне было немножко грустно, даже иногда наворачивалась слеза, я просто не понимала, как можно так жить. Я не понимала, как можно начать свой день без парочки бутербродов с колбасой, парочки бутербродов с сыром, сладким кофе, с сахаром и с молоком. Я не понимала, как можно так жить. Это действительно, вот эта привычная еда, она делает из нас заложников. Но идея была сильнее, идея была сильнее, поэтому я, превозмогая своё плохое настроение, всё-таки изменила своё питание, и месяц я продержалась довольно-таки неплохо. то есть чем дальше влез, тем было легче. Так что, как говорят, на каждую привычку есть отвычка, но вот именно это и произошло. И к концу мая я уже была практически готова для того, чтобы пройти курс очищения. Я готовилась не только с точки зрения питания, но я ещё и штудировала все лекции Марва Аганьян. Я перечитывала по несколько раз её книгу, и я себе сделала огромный конспект. Это была целая тетрадь, в которой я пошагово записывала всё-всё по пунктам, что я буду делать, сколько вешать в граммах, во сколько, чего принимать, и так далее, как выходить. То есть, у меня план был расписан от и до, от первого дня до последнего дня выхода. И мне, в общем-то, не было страшно, мне было, скорее, любопытно, как это всё будет. И 29 мая, насколько я помню, я приступила к своему первому курсу очищения и стала вести об этом дневник, видеодневник на Ютубе, что, собственно, и послужило началом развития моего канала, потому что ровно с того дня на мой канал стало подписываться всё больше и больше людей. И я узнала и увидела, что, оказывается, вот этим, этой практикой, практикой очищения, изменением питания интересуется довольно много людей. Меня это ещё более вдохновило. Я подумала, что, ого, я не одна, значит, это действительно работает, если столько людей в этой теме. И продолжала вести. И от первого дня до последнего дня и ещё потом много-много раз сколько бы я не приступала к своему очищению. Я всё время это освещала на своём канале. Но вы этому являетесь свидетелем. То есть вы видели все мои эти опызы. Сейчас, пересматривая эти видео, я, конечно, вижу, что много было несовершенного. Были косяки, были ошибки, были неправильные, неправильное понимание некоторых вещей. Но всё равно это было хорошо, потому что это был мой опыт. И уже потом, по прошествии времени, когда я уже провела несколько таких курсов, когда я уже поменяла питание, когда я уже получила дополнительное образование в этой области и консультировала людей, и у меня уже накопилось довольно много опыта как своего, так и чужого, это вот всё вкупе позволило мне написать книгу, книгу, записки доктора натуропатии, в которой я и осветила, собственно, свой жизненный опыт. Вот этот опыт, практически опыт изменения питания и очищения организма. Потом, значит, я сделала всё идеально, я считаю, для первого раза, и мне повезло, у меня идеально всё получилось. То есть, я получила очень хорошие результаты. За где-то полгода моей практики, ну, вот сначала очищение, потом два месяца сыроедения, потом какой-то период там был вегетарианство и такого довольно здорового питания, у меня вот где-то за полгода ушло 26 килограмм веса и лишнего, даже, мне кажется, там ушло больше, чем нужно было, потому что я хотела вернуться к отметке 55 килограмм, а получилось, что дошла до 52. Но потом, правда, в дальнейшем вес немножко поднялся, и сейчас я снова нахожусь в своём традиционном весе 55 килограмм. Вот это обретение своей, можно сказать, юношеской физической формы, оно было, конечно, очень радостным, потому что я снова почувствовала вот это забытое ощущение лёгкости в теле, свободные движения, возможность бегать, чуть ли не летать, такое ощущение, что ты на крыльях, энергии, привод. Вообще, очень здоровое восприятие жизни появилось, такое, которое уже было мной забыто. Это было здорово, но, наверное, главное было не это, а то, что постепенно, где-то за полгода и чуть более, ну, наверное, даже за полгода, да, и у меня исчезли все те симптомы, которые меня беспокоили. То есть, в первую очередь, конечно же, ушла боль вот эта, суставная, потому что я очистилась, у меня было восстановлено кровоснабжение вот этой области. У меня задвигалась лимфа, ушли лимфатические отеки, и плечо очень быстро восстановилось, то есть, боль ушла окончательно бесповоротно, и больше она никогда ко мне не возвращалась. Меня перестала беспокоить моя поясница, и я научилась жить с ну, жить с аккуратностью и знать, как владеть своим телом, чтобы не доводить себя вот этих поясничных болей. У меня отвалились папилломы шеи, это было вообще что-то из области невероятного и чудесного. У меня перестала мучить мигрень, мигрень исчезла. У меня ушли отеки с ног, и варикоз как бы остановил свое прогрессирование, то есть, ноги перестали отекать, перестали болеть, перестали болеть все суставы, коленные, пальчики, я потом даже пожалела, что я выкинула каблуки. Вот, и, собственно, меня перестало беспокоить все, что меня беспокоило. И даже мой хронический насморк, который всегда был такой проблемой, очень, ну, наверное, такой номер один, потому что это было с детства, он стал менее хроническим, то есть, он стал менее ярко выраженным, и я тоже научилась, как себя с ним вести. Ну, это, наверное, как-нибудь в отдельном видео я про это расскажу, это довольно интересная тема. Вот, и спустя пару месяцев ко мне подключился мой муж, он приехал, и мы с ним провели все в точности то же самое, что делала я, то есть, он точно так же прошел 21 день очищения, правильный выход, там, какое-то время сыроедел, какое-то время находился на гетарианском питании, и далее, когда все это закончилось, у нас перед нами стояла задача, как мы теперь будем питаться. Как оказалось, эта задача не такая уж и простая, решить вопрос с питанием, потому что одно дело, когда ты какой-то только период времени ты что-то меняешь, да, и эти изменения, они такие очень яркие, прогрессивные, и они очень сильно, и это питание очень сильно изменяется, отличается от того, что было раньше. Но другая сторона, то, что ты должен на всю свою оставшуюся дальнейшую жизнь как-то это питание таким образом выстроить, чтобы оно по-прежнему отличалось от того традиционного. И вот тут наступает некоторый момент растерянности. Очень интересно у меня происходило с мясом. Когда я только находилась на начальном самом этапе, это было лето 2016, когда уже был пройден курс очищения, был пройден этап сыроедения, и стала потихонечку появляться вареная еда, у меня было очень стойкое отторжение мяса. Я прям даже делала отдельное видео по этому поводу. Настолько было неприятно его есть. Это опять же после фильма «Земляне», ну как это обычно всех бывает. Это было настолько ярко, что я сказала своему мужу, что я больше не буду есть мясо. Ну, он тогда как-то так нейтрально на это среагировал. Мы какое-то время находились на вегетарианстве, и чуть позже, вот наступила осень 2016-го, у нас состоялся переезд. Переезд в другую местность, мы уехали из Сочи, мы уехали в более холодный климат. Тут началась осень, начались холода, и мой муж запросил мясо. А я все еще находилась на своих позициях, то, что я мясо есть не буду. И эти позиции были очень твердыми. Но я даже как-то немного расстроилась из-за того, что муж не пошел вслед за мной, что он захотел мяса. Но мне ничего не оставалось, как подчиниться этому, и я стала готовить мясо. Шли дни, шли месяцы, это была уже глубокая осень, и у меня был уже второй, я прошла второй курс очищения, правда, он был более коротким из-за холодов, я находилась на выходе, там уже прошла сколько-то там, пару недель выхода прошло на таком сыроическом питании, и был такой момент очень яркий, я его помню очень ярко, муж попросил приготовить холодец, я приготовила этот холодец, и я накрыла на стол, и так получилось, что я была в кухне одна, на столе стояла тарелка с холодцом, и у меня не было вообще никакого намерения его есть, я вообще не собиралась есть мясо, и тут наступает какой-то момент, я до сих пор не понимаю, как это произошло, это было похоже на затмение, то есть что-то вдруг такое случилось, я не помню, как это было, я не помню, как я села за стол, я не помню, как я набросилась на эту тарелку с холодцом, я не помню, как я ее съела, я помню только тот момент, когда я пришла в себя, и передо мной стоит пустая тарелка, а холодца нет, я не могла понять, что произошло, заходит в кухню муж, и я ему говорю, слушай, я что-то не поняла, что произошло, мне кажется, я съел весь холодец, но он посмеялся, сказал, что ну отлично, слушай, здорово, но для меня это был шок, для меня это был шок, если говорить очень честно, потому что это честное видео на самом деле, что к тому периоду, вот эта глубокая осень 2016, и когда у меня был второй курс очищения, и когда у меня уже был выход из этого очищения, из условного голодания, я скажу честно, что у меня уже очень тянуло на мясо, тянуло прям настолько ярко, что во рту прям была слюна, но я себе вот тут в голове все время твердила, я не буду есть мясо, я не буду есть мясо, и вот эта борьба, она все время происходила внутри меня, с одной стороны мой внутренний голос спросил это мясо, с другой стороны мой голос разума говорил, что нет, ты есть его не будешь, потому что ты так решила, и от мяса будет зло, вред, и ты должна просто это перетерпеть, и я это действительно какое-то время терпела, и видимо получилось так, что мой организм не выдержал, он долго терпел, но поскольку потребность была велика, а потребность эту я не удовлетворяла, он совершил со мной вот такой трюк, он просто отключил мне разум на какой-то момент, и заставил меня съесть эту тарелку холодца, в беспамятстве, можно сказать, и вот с того момента, когда это со мной произошло, я себе вот тут сделала очень правильный вывод, я считаю, я решила, я очень твердо решила, что с этого момента я больше не буду сопротивляться никаким желаниям своего организма, вот как бы там ни было, я буду стараться переходить на естественное питание, я буду стараться это делать изо всех сил, и сколько бы времени у меня это не заняло, я буду переходить на естественное питание, которое я считаю идеальным для человеческого здоровья, и которое мне очень по душе, оно мне нравится, и я решила, что сколько бы времени у меня этот переход не занял, я буду все равно идти по этому пути, но при этом я буду очень четко прислушиваться к тому, что просит мой организм, если он будет что-то очень сильно просить, я не буду в этом ему отказывать, и именно так и происходило все дальнейшие годы, вот почему когда мне пишут и говорят, что у меня большая сила воли, что я вот так изменяю свое питание, уверенно иду к своим целям, что вы там многое терпите, я хочу сказать, нет, это было не так, это было только в самом начале, и это был ошибочный путь, то есть вот это терпение, жесткое терпение, долговременное, это ошибочный путь, на самом деле я это очень быстро поняла, и весь мой дальнейший путь, все мои дальнейшие, вот начиная с 2017 и по сегодняшний день, это путь, когда я никогда ничего не терпела, я меняла свое питание, это да, но я меняла его настолько мягко, настолько плавно и настолько учитывая потребности моего организма, что не было ни одного дня, когда я наступала себе на горло и говорила, нет, вот этого ты есть не будешь, это вредно, но надо сказать, что при том, при всем при этом, что я мягко меняла свое питание у меня были и остаются очень жесткие, четкие правила и этих правил я придерживалась и продолжаю придерживаться до сих пор и именно они помогают мне не сбиваться с моего пути. Итак, продолжая свой рассказ, как это было у меня, после того срыва с холодцом, 2017 год, у меня еще наверное вот 2017, 2018 еще было несколько курсов очищения и каждый курс был короче и короче, потому что у меня было уже мало веса, я уже боялась растерять мышечную массу, ну и если так уж честно говорить, то у меня не было особенных причин, чтобы находиться, чтобы делать долгие эти курсы очищения, просто потому, что у меня уже не было проблем со здоровьем, у меня не было проблем со здоровьем, у меня не было проблем с весом, у меня не было проблем с наличием энергии и самочувствия. То есть я была очень, и остаюсь по сегодняшний день, активным человеком, бодрым, жизнерадостным, у меня много энергии, мне не требуется много сна, я могу быть очень активной целый день, у меня ничего не болит, я очень работоспособна, у меня абсолютно здоровые пищевые пристрастия, поэтому где-то уже после 2018 года я не занимаюсь условным голоданием, я даже не делаю одного голодного дня в неделю, я пыталась это делать, но не пошло. Позже объясню почему. Я не делаю никакие клизмы, как некоторые пишут, как у вас хватает терпения все эти годы чего-то себя лишать и сидеть на клизмах. Я себя ничего не лишаю, я не сижу на клизмах, у меня все очень радостно в питании, мне все очень нравится. Так вот, начиная с 2017 года и по сей день, у меня в голове сложилась очень четкая установка, что естественное питание – это по большей части все-таки сырая растительная пища, но поскольку мы, люди современные, очень далеко ушли от сырой растительной пищи, то я включила в это естественное питание еще и немного термически приготовленной растительной пищи, какое-то количество жиров растительных и животных и небольшое количество животной пищи, предпочтительно легкого животного белка, скажем, рыба и яйца. И вот все это время я, собственно, иду по этому пути, и я все оттачиваю и оттачиваю вот эту схему вот с этим набором продуктов. Если брать, скажем, 17-18 год, то это было примерно 7-8 разовое питание, потому что я просыпалась утром и говорила себе, я фрукторианец, то есть я, ну, поскольку я очень люблю фрукты и поскольку моя установка, что естественное питание это все-таки по большей части фрукты, и мне это очень все хорошо заходит, я просыпалась каждое утро и говорила себе, я фрукторианец. Я начинала утро с фруктов, и я ела их до тех пор, вот в этом дне, да, в сегодняшнем, пока мне это не надоедало. Как только мне это надоедало, я начинала есть какую-то другую еду, там, вареную, животную и так далее. И вот 17-18 год, это было примерно следующее. Я просыпалась утром, это были какие-то фрукты на завтрак, и дальше я устраивала себе столько этих завтраков, сколько мне вот было реально голодно. А мне реально голодно было примерно раз, раза четыре. То есть вот до того момента, как я начинала есть вареную еду, а это была обычно каша уже, да, там, следующим приемом, я раза четыре прикладывалась к разным фруктам, и причем это были такие неслабые порции. Это могла быть тарелка фруктового салата, это могла быть большая чашка какого-то коктейля, да, там, зеленый коктейль с фруктами. И это могли быть просто фрукты, вот просто тарелка фруктов, ну и все в таком духе. И мне это все очень хорошо заходило, прям по аппетиту, но где-то там к часам двенадцати или к часу дня уже я понимала, что я больше не могу есть фрукты, мне уже хочется прямо какой-нибудь вареной, горячей, жирной еды. И тогда это была каша, какая-нибудь любая там на воде, или овсяная, или гречневая, или пшонная, любая, с хорошим куском сливочного масла, я это ела, вот, и дальше уже день проходил у меня там с какой-то другой едой. В обед это мог быть какой-нибудь суп, либо там какая-нибудь рыба запеченная, большой салат из овощей, могла быть запеченная картошка. Ну, на ужин там мы ели либо какой-нибудь салат из овощей, плюс, опять же, небольшое количество там вареной еды, скажем, там картошка запеченная, да, и салат. Либо это был суп. Ну, в общем, это все вот так вот было перемешиваю. Я не могу сказать, что была какая-то четкая схема, но это могла быть совершенно любая еда, там вареная, овощная, животная, но там не было фруктов. Потому что я прекрасно понимала, что если ты фрукторианец, то будь добр, ешь эту пищу с утра, но потом, когда ты уже перестаешь быть фрукторианцем, пожалуйста, не суй больше эти фрукты никуда, потому что иначе у тебя будет процесс брожения в кишках. А это слезеобразование, это загрязнение кишечника. И этому правилу я следовала четко все эти годы, и до сих пор я ему следую. То есть, вот, я никогда не мешаю фрукты ни с какой другой едой, и я никогда не ем фрукты после того, как я поела какую-то вареную еду крахмалистую. И вот таких приемов пищи, вот, вплоть до 18-го года было очень много. То есть, аппетит был большой, голод был такой, ну, прям реальный, и еды было много. Но у меня было еще одно правило. Я перестала есть животную еду за ужином. Потому что я прекрасно понимала, что животная еда – это тяжелая пища, животный белок у нас расщепляется не так-то быстро. И если мы едим его за ужином, то есть риск того, что он не полностью расщепится, а если животный белок не полностью расщепляется, то он начинает гнить в кишечнике. А это опять процесс загрязнения, это процесс гниения, и это очень нехороший процесс, который приводит к различным печальным последствиям. Поэтому это правило по-прежнему до сих пор со мной. 18-19 год – это у меня год, который проходил под знаком «Убери молочку». Потому что тяга к молочке была всегда у меня, причем я ела все с большим удовольствием, начиная от молока, творог, кефир, сыр и все такое прочее. Вот с 18-го по 19-й год я очень плотно работала под девизом «Убери молочку». Я оставила жиры, масло и сметану, я в этом себя нисколько не ограничивала. Но я стала уменьшать количество творога, сыра и кисломолочных напитков. Я стала это просто сознательно уменьшать. Я не исключила это совсем, потому что тяга по-прежнему была. Но я это минимизировала, и я это стала есть более правильно. Скажем, творог я могла есть один раз в неделю. Причем ела я его с большим количеством зелени. Мы прям крошили зелень туда, в творог, туда клали чеснок, соль, сметану и делали вот такой вот грузинский вариант. То есть таким образом я пыталась минимизировать вред этого творога, напихивая его зеленью. Постепенно, когда уже, наверное, спустя год, после этого лозунга «Убери молочку», постепенно я стала замечать, что мне уже не хочется и одного раза в неделю творога, и не хочется уже одного раза в неделю кефира какого-то. И эта молочка стала исчезать сама по себе. То есть все, что осталось у меня, это молоко, само собой, я еще в 16-м году перестала пить, потому что поняла, что из-за него вот этот хронический насморк. И к концу 19-го года у меня ушло из молочки и все, кроме сметаны и масла. Но сыр еще оставался. Вот сыр – это такая зараза, от которой отказаться очень трудно. Именно из-за опиатов, которые находятся в молоке, а в сыре это молоко в концентрированном виде, поэтому опиаты тоже получаются в концентрированном виде. То есть опиаты – это вещества наркотического свойства, от слова «опиум», которые как раз и являются вот этими притягателями. Но я так для себя, конечно же, здесь тоже ставила план, что сыр я тоже буду потихонечку минимизировать. И уже в 20-м… нет, в 20-м еще нет. В 20-м году еще сыр у меня оставался, но уже на очень таких минимальных количествах. То есть я какое-то время пыталась жить без сыра. Положим, у меня целую неделю не было ни куска сыра. Но наступал какой-то момент, что мне его очень сильно хотелось, потому что еще и муж его любит. Поэтому он как-то присутствовал вообще-то в холодильнике. Если я его видела, то были такие моменты, когда я просто не могла себя отказать и съедала кусочек-другой этого сыра. Опять же, с салатом или, может быть, с чаем, как это было приятнее. И 20-й год сыр все еще присутствовал. Все остальное уже шло по убывающей. То есть у меня уже было гораздо меньше приемов пищи. Мне уже хватало где-то трех раз фруктов, чтобы наесться до двух часов. Каши уже практически исчезли. Их уже просто не хотелось. И оставалась какая-то термически приготовленная растительная еда. Типа тушеная капуста, овощные супы, какие-то салаты, запеченная картофель, яйца, рыба, все это присутствовало. Иногда мясо пробегало. Ну, мясо такое мы предпочитали какое-нибудь легкое. Типа индюшки или курицы домашние желательно. Свинина и говядина как-то уже перестали у нас появляться вообще на столе. Так, иногда еще муж попросил купить баранину. Ну, это иногда появлялось. Но я уже на это мясо смотрела очень равнодушно. То есть меня мясо уже перестало тянуть совершенно. И вот уже в 21-м году, 20-21 год, уже у меня молочка стала практически, она перестала появляться не потому, что я ее себе запрещала, а потому, что мне ее просто не хотелось. И в 21-м году я заметила удивительную вещь. Мне иногда, когда появлялась молочка, допустим, мороженое, да, например, там, мне она стала вонять. Даже сметана. Я стала чувствовать какой-то очень неприятный запах. Вот я называю его запах коровы. Я не знаю, как бы еще можно было его назвать, и что это вообще за запах. Но у меня она ассоциируется именно с коровой. И мне стало вонять все, кроме масла. Мне даже стала вонять сметана. И я поняла, что если организм вот так реагирует на молочку, то это однозначно говорит о том, что идет отторжение этого продукта. И вот совершенно точно его нужно ассоциально убирать. И я, собственно, его и убрала. И сейчас у меня из молочки только одно масло. Сметана появляется крайне редко, и она появляется только в одном случае. Есть только один продукт, который я не могу есть без сметаны. Это соленые грибы. То есть вот прям соленые, которые мы собираем сами в лесу. И мы их солим холодным посолом. Вот прям вот соль и специи. И больше ничего. Никаких там, никаких консервантов. Они там в бочке солятся. На мой взгляд, это вкуснейшая и полезнейшая еда. То есть это прям вот такая хорошая клетчатка, хитин. Это, во-первых, очень вкусно. Но соленые грибы, они идут только со сметаной. И поэтому это единственное, наверное, блюдо, которое осталось, которое я ем со сметаной. Ну там с небольшим количеством сметаны. Ложка сметаны, тарелку грибов. И вот я думаю, что в таком варианте я себе не очень-то противоречу. Вот. И что интересно, я заметила. Вот когда ты себя ни в чем не ограничиваешь, и ни в чем не ущемляешь, а даешь себе все, что ты хочешь. Даешь себе животную еду, даешь себе вареную еду, даешь себе иногда мучное, если тебе этого сильно хочется. Кстати, вот о моих принципиальных нет. Да? Мое принципиальное нет. Это сахар в ежедневном употреблении и мучное в ежедневном употреблении. То есть, что я имею в виду? Раньше, до 16-го года, мучное это было то, что присутствовало у меня на столе каждый день, каждый божий день, по нескольку раз в день. То есть, это, во-первых, вся еда с хлебом, и, во-вторых, это почти каждый день выпечка какая-то. Блины, оладьи, пироги, пицца и все такое прочее, печенья всякие, это все я, шарлотки, это все я очень любила и делала это практически каждый день. И семье это все любили, и дочка, и муж. И мы не представляли себе жизни, как это можно жить без мучного. Там пряники, у нас это вообще не переводилось, вафли всякие, в вазочках. И вот эта часть питания, она стала категорическим нет в моем питании. Вот с 16-го года у меня тотально исчезли из питания все эти вещи, все эти выпечки, все эти пряники. Мы это просто больше не едим. Но это не значит, что я шарахаюсь, как черт отладана от этой еды. Иногда у нас бывают какие-то праздники, скажем, день рождения, или Новый год, или еще какой-то праздник. И мы собираемся всей семьей за общим столом. А поскольку вся моя семья практически питается традиционно, то, конечно же, бывают и мамины блинчики, и какие-то, может быть, пирожки иногда появляются, может появиться торт. И я, конечно, могу с чистой совестью съесть и блинчики, могу съесть кусок торта. Понимаете, я никогда не бью себя по рукам и не завязываю себе вот тут горло, чтобы там говорить, нет, ты это не ешь, никогда, никогда, ни за что. Нет, почему бывают моменты, когда я это ем. То есть, в общем и целом, на моем состоянии, самочувствии, здоровье никак не сказывается то, что иногда я могу позволить себе какое-то мучное блюдо. Но в целом, в системе, в моем ежедневном питании его этого просто нет. Его и не хочется. Это точно то же самое произошло со сладким. То есть, вот сахар, как таковой, я не считаю ядом. Он в той или иной степени может присутствовать в питании, там, в составе какого-нибудь соуса, например, иногда. Дело в его количестве. Просто когда его много каждый день в каждом блюде, то, конечно же, это перенасыщение глюкозой организма. Ну и из этого всякие неприятные последствия. Вот. И просто я увидела, насколько благотворно сказывается на состоянии организма отсутствие муки и сахара. Я просто это видела по своему самочувствию, по своему внешнему виду и ощущениям внутри себя, что сахар и мука, это вообще, во-первых, это то, что не дает вообще никакой пользы организму. Там нет ничего. Нет ничего, что можно было бы назвать какое-то необходимое питательное вещество. Там нет ничего. Поэтому, убрав их из своего ежедневного питания, я не почувствовала вообще никакого ущерба для себя. Я знаю, что мне могут там задать вопросы, а не тянуло ли, и не, ну, как бы, по поводу там зависимости, да, вот этой всякой там. Это было буквально там первые дни, как я уже говорила, тогда, в 16-м году, буквально несколько дней, это был какой-то дискомфорт такой психологический. На самом деле, вот эту зависимость ее очень сильно преувеличивает. Она очень быстро исчезает, при условии, если вы начинаете работать со своим кишечником, если вы начинаете его очищать, у вас постепенно меняется микрофлора, постепенно вы переходите, ну, как бы, к другой пище, и у вас меняются вкусовые пристрастия, ваш организм очищается на другой еде, и вы начинаете более четко идентифицировать, различать, какая еда действительно дает такие правильные, живые, да, ощущения рецепторам, а какая еда является просто такой тупой зависимостью, ну, и, как бы, только является ублажением для рецепторов, а пользы, на самом деле, никакой не дает. Вот с тех пор, как я стала вот таким образом работать со своим питанием, я почувствовала очень такую прям ярко выраженную тягу к живой еде, особенно к фруктам. Фруктам тянуло и тянет до сих пор просто неимоверно. У меня фрукты, это моя первая еда. Если у меня в доме нет фруктов, это значит, у меня нет еды. Если я иду в магазин за едой, это значит, я в первую очередь иду за фруктами, а потом уже за какими-то другими продуктами. И вот по мере того, как я 19-20-21 год шла по своей системе питания, я стала замечать очень удивительную вещь. Количество еды постепенно уменьшалось, уменьшалось и уменьшалось. То есть, если я вам говорила, что вначале это было где-то 7-8 раз приемов пищи за день, то на сегодняшний день это всего лишь 3 приема, причем для традиционно питающихся людей можно было бы сказать, наверное, они бы сказали, что я питаюсь один раз в день, потому что только один раз в день, примерно часа в 4 дня я ем какую-то вареную еду, например, или животную еду, плюс там овощи. То есть, ну вот такое в традиционном понимании какую-то еду, да, а то, что происходит до этого, это два приема пищи, это первый завтрак и второй завтрак, это просто фрукты, это просто фрукты, и которых мне стало требоваться намного меньше, чему я тоже удивляюсь. Я, когда я поняла, что у меня теперь открывается такая прекрасная перспектива питаться фруктами, я думала, о боже мой, как здорово, я буду есть всякие разные фрукты, и даже у меня посещала такая мысль, я думала, ой, это, наверное, ударит по карману, потому что все-таки фрукты это не дешевое удовольствие, а есть их хочется много, и, наверное, я буду очень сильно тратиться на фрукты. Вот сейчас происходит как раз такая интересная ситуация, что на фрукты тратиться много, это не приходится, и их на самом деле не так уж много и надо, чтобы наесться, и вот это вот умение наедаться небольшим количеством фруктов всего лишь несколько раз в день, там пару раз в день, это приходит именно само собой, со временем, по мере того, как у вас в кишечнике, у меня в кишечнике, да, происходит формирование определенной микрофлоры, то есть любое питание, оно влечет за собой формирование определенной микрофлоры. Если у вас питание традиционное, такое смешанное и не поддающееся никаким правилам и законам, у вас, конечно же, в кишечнике происходит, идут процессы загрязнения, и, соответственно, там появляется определенная микробная среда, бактерии, которые должны поедать вот эту вот слизь, которая образуется в результате загрязнения, то есть у вас по большей части процветает патогенная микрофлора. Но, с одной стороны, это закономерно, потому что, если бы не было и ее, то вы бы, наверное, погибли от такого количества шлаков в организме, а эта патогенная микрофлора ее ест. Но, с другой стороны, лучше вообще не создавать шлаки в своем организме, чтобы не разводить эту патогенную микрофлору. Лучше поддерживать чистоту в кишечнике, и тогда там будет заселяться полезная бактерия, полезная микрофлора, которая будет уже и создавать для вас, то есть синтезировать для вас и витамины, и аминокислоты. Собственно, насыщают организм всем необходимым и дают необходимое количество энергии, не говоря уже об иммунитете, потому что иммунитет это тоже заслуга кишечных бактерий. Таким образом, если говорить о целом моем пути с 2016 по сегодняшний день, 2022 год, я не могу сказать, что у меня были какие-то откаты или срывы. Наверное, это был мой сознательный выбор, что я не делала себе никаких жестких условий. Если бы я создавала себе более жесткие условия в питании, как это делал Михаил Советов, то, наверное, у меня было бы больше срывов. Собственно, Михаил Советов об этом и рассказывает честно в своем видео, что он как раз проходил вот эти многократные срывы и откаты, но это происходило именно потому, что он себя сознательно ставил в более жесткие условия сыроедения. А у меня все получилось гораздо более мягко и плавно именно потому, что я себя не очень сильно загоняла в какие-то рамки. Я не могу сказать, что именно нужно так действовать, что мой опыт он какой-то прям положительный и показательный, и что именно так нужно действовать. Я этого не утверждаю. Это моя история. У каждого человека своя история. Кому-то может быть нужно действительно себя больше ограничивать. И эта дисциплина, эта самодисциплина может быть будет играть какую-то более значимую весомую роль. Кому-то наоборот нельзя ставить себе запреты, потому что это его загоняет в такой стресс, из которого путь один только в срыв и в откат. Просто все мы люди разные и каждый наверное выбирает свой путь. Но я хочу сказать, что каким бы путем вы ни шли и сколько бы ни было у вас там откатов, какого-то негативного опыта, это все очень хорошо в любом случае, потому что это ваш опыт. Потому что любой опыт, а особенно отрицательный опыт, приносит хорошие уроки и вы делаете из этого правильные выводы. Во всяком случае вы должны из этого делать правильные выводы. если вы анализируете это и делаете правильные выводы, то вы в дальнейшем уже не должны допускать каких-то ошибок, то есть наступать на те же самые грабли. Наверное, вот по большому счету это все, что можно было сказать о моем пути изменения питания. Это так как бы я в общих словах сказала, без задавания в подробности. Но сейчас я перейду ко второй части ответов на ваши вопросы. И вот там наверное все подробности раскроются в более таком широком формате и наверное многое станет более понятно, чем из этой части такой общей, которая просто дала вам представление о моем пути, но может быть не ответила на какие-то ваши вопросы. Поэтому я призываю вас продолжить просмотр видео с ответами на вопросы и наверное получить гораздо большее представление о том все-таки что представляет из себя переход на естественное питание и какие проблемы и трудности приходится преодолевать на этом пути. Я не буду зачитывать вопросы для того, чтобы сэкономить время. Они будут просто вот здесь на экране, а я буду на них отвечать. В самом начале пути, как я уже и сказала, первое, что я исключила, это все, что содержит сахар и все, что сделано из муки. Это было первым табу, это самый жесткий закон и на сегодняшний день с некоторыми отступлениями. А что касается тех продуктов, которые я исключила навсегда, я не могу сказать, что в моем рационе, в моем питании есть такие продукты, на которых можно было бы поставить клеймо, что этот продукт никогда ни под каким предлогом не должен появляться в моем рационе. Как я уже говорила, я не люблю жесткие запреты. Любой продукт в любое время может появиться на моем столе при условии, если я его захочу. Но все дело в том, что очень многих продуктов, которые раньше были на столе каждый день или очень часто их уже просто не хочется. На них уже просто идет реакция отторжения, они неприятны, как молочная продукция. Поэтому они не появляются в моем рационе. Просто потому, что мне их не хочется. Если отвечать на эту часть вопроса, какие продукты я немного себе позволяю, постановка вопроса сама по себе уже какая-то неактуальная для меня. Дело в том, что само слово позволяю, оно предполагает, что ты чего-то себе запрещаешь, но иногда ты себе это позволяешь, потому что тебе этого хочется, но ты по каким-то причинам себе этого не даешь. У меня такого нет в питании. В том-то вся и штука, в том-то весь и потаенный смысл вот этого перехода на естественное питание, что ты себе ничего не запрещаешь, ты ешь то, что тебе нравится, а нравится тебе начинает совершенно другая еда, не та, которая нравилась раньше, а такая живая природная еда, сочная, растительная, и у тебя отпадает вот эта необходимость чего-то себе позволять. Как я уже сказала, что иногда я на празднике могу съесть кусок торта или какие-то блинчики, но это не потому, что я себе это позволяю, а просто потому, что мы за общим столом и тут играет роль больше социальный фактор, что ты не хочешь привлекать к себе внимание своей категоричностью или не хочешь сделать кому-то больно и обидно, кто готовил эту еду и кто хочет, чтобы ты ее попробовал. Вот здесь наверное больше работает такой социальный фактор, нежели то, что я очень хочу эту еду. Так уже сложилось на сегодняшний день, что в течение дня я ем в основном три раза, но не потому, что я себе так приказала или потому, что я считаю это нужным, это просто потому, что мне так хочется. Утром у меня первый завтрак, он очень легкий, это как правило четыре королевских финика и чашка свежесваренного кофе с миндальным молоком или с каким-то другим растительным молоком. Потом у меня идет второй завтрак, это какие-то фрукты и не важно, что это, будет ли это пара-тройка яблок, будет ли это зеленый коктейль, будет ли это тарелка черешни или хурмы, несколько штук, совершенно не важно, это будут какие-то фрукты. И потом у меня в 16 часов так называемый обед-ужин, потому что это единственный прием пищи вареный в моем дне, и это может быть любая традиционная еда. Это может быть запеченный картофель, соленые грибы, какой-то салат овощной, это может быть овощной суп, это может быть яичница с овощным салатом, ну в общем это какое-то нечто промежуточное между традиционной едой и естественным питанием. Конечно, я все время стремлюсь к тому, чтобы в этом моем единственном вареном приеме пищи было как можно больше сырой, потому что я часто это именно так и делаю, я совмещаю небольшое количество приготовленной еды вареной, скажем, запеченный картофель или гречка и большое количество сырого салата из свежих овощей. Это, собственно, все, что мне хочется с точки зрения питания в моем дне. Между этими приемами могут быть еще какие-то чаи травяные с медом, но не всегда. когда хочется по настроению или там по случаю, когда хочется, тогда и пью. И после вот этого моего последнего приема пищи в 16 часов до сна, это может быть два или даже три раза чай, травяной чай с медом. Мой муж, он питается точно по такому же принципу. Единственное, что одно время, долгое время у него был плюс еще один дополнительный прием, ну, это было что-то из животной еды. Он уходил работать и брал с собой два пайка. Один паек был, это был фрукты, которые он съедал в первую очередь, и второй паек, это был термос с чаем, например, и предположим, яйца и какие-то овощи. Но он брал это потому, что ему так хотелось, и я не навязываю ему своих принципов, там, совмещения и несовмещения еды. Для меня достаточно того, что он хотя бы соблюдает очередность приемов, что он не путает фрукты с другой едой, то есть не смешивает, он не ест фрукты после вареной еды, то есть каких-то даже минимальных правил для меня достаточно, что он их соблюдает. Я не пытаюсь его подстраивать под свои потребности, он живет в своем режиме. Но в последнее время я заметила такую тенденцию, что он стал часто приносить обратно свой второй паек, то есть он завтракает так же, как и я, берет с собой допустим два пайка и съедает фрукты в первую очередь, а второй он стал часто приносить домой. Говорит, я не хотел, я наелся фруктами, ну и из чего я делаю вывод, что да, действительно, вот эта практика перехода на естественное, более здоровое питание, она как раз и приводит к тому, что ты начинаешь наедаться меньшим количеством пищи, тебе требуется меньше еды, а энергии у тебя по-прежнему хватает и питательных веществ у тебя по-прежнему хватает просто потому, что твой кишечник уже находится в более чистом состоянии, нежели раньше, что у тебя уже более здоровая микрофлора и именно она отвечает за такое пищевое правильное поведение. Я считаю, что в общем и целом, если соблюдать такой здоровый подход к питанию и к постепенному изменению этого питания в сторону более естественного, вполне спокойно можно обойтись без всяких БАДов, если состояние вашего организма или здоровья не требует какого-то дополнительного вмешательства. Но я не могу говорить это за всех людей, то есть я, например, обошлась, я обхожусь без БАДов и не считаю это нужным, но если у кого-то есть какая-то проблема по здоровью, которая требует все-таки дополнительного вмешательства каких-то добавок, то почему бы их не использовать? Но, однако, это целая большая тема БАДы и нужно очень хорошо разбираться в БАДах и если вы сами не разбираетесь в этом, то лучше пригласить к этому какого-то хорошего специалиста по БАДам, который именно рекомендует те добавки, которые нужны именно к вашей ситуации, потому что ситуации бывают разные. Этот вопрос, он опять из разряда устаревших. Дело в том, что я вообще больше себя не балую едой, так как это было раньше у меня. то есть для меня раньше еда была источником удовольствия, источником баловства, наслаждения, какой-то прихоти, заполнение какой-то пустоты в дне. Это было, но сейчас этого нет, это все исчезло, это все трансформировалось в совершенно другое отношение к еде. Еда для меня перестала быть источником баловства, для меня еда это просто какой-то незначительный инструмент для поддержания жизни в моем теле. Это просто источник каких-то питательных веществ, которые позволяют тебе сохранять здоровье и не быть ущербным. но это просто инструмент, это не предмет какого-то наслаждения или баловства. Да, я ем свою еду с удовольствием, да, она мне нравится, но я ее не вожделею, я не зависаю над ней и очень часто у меня даже возникает такое желание, чтобы эта еда была максимально проста и чтобы ее можно было быстро съесть. Поэтому мне нравятся коктейли или смузи, потому что ты просто взял за 5 минут это все выпил, а то и быстрее свою чашку коктейля и пошел дальше заниматься своими делами. с удовольствием нет у меня такого понятия, чтобы баловать себя едой. Что касается еды, тортики, конфеты, еда из ресторана, она может появиться в моей жизни, при каких-то обстоятельствах, при каких-то я уже говорила, но она не является для меня каким-то праздником. Еда вообще перестала быть праздником. Еда для меня теперь просто инструмент, инструмент для жизни. Просто в жизни появилось так много всего нового, интересного и захватывающего, помимо еды, что просто кажется странным тратить свое драгоценное жизненное время на то, чтобы получать какое-то колоссальное удовольствие от каких-нибудь гастрономических изысков. Изначально моей целью было оздоровить себя, оздоровить мужа и убедиться в том, что действительно есть другой путь, путь нетрадиционного питания, мы будем называть его альтернативный путь. Это была цель. Я хотела убедиться, что мой переворот в мозге, который состоялся после прочтения книги Марва Аганян, я хотела убедиться, что этот переворот действительно не какая-то мистификация, не какая-то ложь, выдумка. Я хотела убедиться, что это действительно работает. И когда я убедилась, что да, это сработало, да, я получила потрясающие результаты, вот тогда моей целью стало дальнейшее оздоровление себя и по возможности своих близких, если они на это пойдут, чтобы продлить жизнь, чтобы сделать жизнь более качественной, более здоровой, и чтобы эта жизнь в конце твоего пути не была отягощением для твоих детей. Вот это, пожалуй, меня мотивировало больше всего. Просто у меня много примеров перед глазами среди моих знакомых, когда тяжело стареющие и тяжело болеющие родители обрекают своих детей на бесконечный уход за ними, когда они прикованы к постели, когда они сидят в инвалидных креслах, когда они не могут ходить в туалет, они делают это под себя или в лучшем случае в памперсы, когда они не могут самостоятельно поднести ложку ко рту, когда они немощные, плохо пахнущие. Для меня это настолько печальная картина, что я вот это вот, когда я представила, что я могу быть такой же в старости и что мои дети будут терять своё жизненное время на то, чтобы выхаживать меня в таком немощном состоянии, для меня это было просто шоковой мотивацией. Я поняла, что я не хочу, чтобы это было так. Я ни за что на свете не хочу, чтобы мои дети сидели у постели своей тяжело больной матери и выхаживали её. И именно это и остаётся до сих пор моей главной мотивацией. я хочу жить на своих ногах. Я хочу простите, умереть на своих ногах, но не в постели и не обременяя кого-то чрезмерной заботой о себе. Ну, вот то, что я перечислила в предыдущем ответе, это, наверное, и является моей триггерной точкой. И, наверное, это и будет всегда тем главным, что заставляет меня не останавливаться и двигаться всё время вперёд и совершенствовать себя. Как говорится, совершенству нет предела, поэтому я знаю, что и мне ещё есть над чем работать, и всегда будет над чем работать, и невозможно достичь такого, мне кажется, идеального состояния, когда не над чем будет работать. что касается срывов и откатов, я уже говорила, что у меня их и не было именно по той причине, что изменения были плавными, но я не включала дисциплину, чтобы перестраивать себя, просто это всё происходило само собой именно на интересе, когда ты получаешь очень хорошие результаты по здоровью и по изменению своей внешности и по увеличению жизненной энергии, когда ты видишь эту прямую взаимосвязь, как всё это связано, изменение питания и все положительные изменения, то возникает просто жизненный интерес, уже дисциплина отходит на какой-то второй план, тобой двигает интерес, это, наверное, интерес учёного, и ты хочешь стать ещё лучше, ты хочешь стать ещё совершеннее, и именно это и двигает моими действиями. Вот этот вопрос, как я смогла отказаться от жёсткого запрета, ну, тут спрашивается про Марву Аганьян, в том числе, что она полностью отрицает кофе, дело в том, что в своё время, тогда в начале пути, когда я только начинала изучать натуропатию, метод оздоровления при помощи натуропатии, я, конечно же, изучала, читала, слушала, смотрела разных лекторов, разных учёных, разных авторов, натуропатов, докторов, и врачей, и других специалистов, и поначалу у меня был в голове некоторый раздрай, потому что я замечала, что у разных специалистов разные мнения, иногда они в чём-то сходятся, но очень часто они во многом расходятся, и возникала такая дилемма в голове, что ты слушаешь одного человека, и ты вроде бы с ним соглашаешься, думаешь, да, 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 вот, вот оно то самое, потом ты начинаешь слушать другого, и думаешь, нет, что-то тут не то, нет, вот, наверное, тот был не прав, а прав, наверное, вот этот, нет, наверное, пожалуй, нужно передумать, наверное, нужно изменить свою точку зрения, потом ты начинаешь слушать третьего автора, он уже говорит уже совершенно ещё что-то новое, ты окончательно запутываешься, и понимаешь, что в этом ворохе разных мнений ты должен как-то найти своё, если ты не устоишься в своих каких-то мнениях, осуждениях и убеждениях, то ты так и будешь вечно плавать между этих всех течений фрукторианов, сыроедов, веганов, мясоедов, и так и будешь шарахаться из стороны в сторону, и шарахаться между запретами и разрешениями. у меня как-то очень это всё быстро получилось осознать, я поняла, что я не буду ничьим адептом, я не буду полным сторонником версии Марва Аганян, я не буду полным сторонником ещё какого-нибудь видного деятеля, то есть я решила придерживаться только своей точки зрения, которую я выводила методом логического размышления, прежде всего я слушала свой собственный организм, я просто наблюдала, что ему, от чего ему хорошо, от чего ему плохо, я делала так, чтобы ему было хорошо, при этом у меня всегда присутствовало здравомыслие, я никогда не кидалась в крайности, не вдавалась в фанатизм и никогда не заставляла себя делать что-то через силу, именно поэтому у меня свой путь, своё мировоззрение и меня очень трудно сдвинуть с моего пути, да, конечно, я слышала много раз вот это мнение, что кофе это наркотик, от него нужно отказаться, но я так не считаю, можете забросать меня там, помидорами, яйцами, чем хотите, но я не считаю, что кофе наркотик именно в моей ситуации жизненной, если бы кофе был наркотиком, то это было бы то, что от чего я не могла бы отказаться и чего мне хотелось бы всё больше и больше, но я пью кофе один раз в день утром и больше мне его не хочется, я не чувствую никакой зависимости, я много раз убирала кофе из моего утра, я не чувствовала никакой ломки, я могла пить чай, могла пить что-то ещё или есть что-то другое, и мой день проходил так же, так же, обычно, как он проходит с кофе, из чего я сделал вывод, что я могу жить без кофе, но я не хочу жить без кофе, мне нравится этот кофе один раз в день, а если он мне нравится и это не вызывает никаких негативных последствий, то зачем собственно мне его убирать, точно так же, зачем мне убирать из моего дня яблоки, если они мне нравятся, зачем мне убирать бананы, если они мне нравятся, и вообще наркотиком можно назвать любой продукт, который вам очень сильно нравится, поэтому вот в своей ситуации я лично не считаю кофе-наркотиком, я думаю, что таких людей много, да, возможно, есть люди, для которых кофе-наркотик, и тогда уже нужно как-то действительно пересматривать свою ситуацию и в ней очень тщательно разбираться, почему это произошло и как это нужно менять, да, если вы действительно понимаете, что есть какая-то зависимость, но здесь в этом видео речь идет о моей истории, поэтому я рассказываю именно о своем опыте, ну, еще раз повторюсь, что у меня нет ничего такого в моем питании, что я не ем от слова совсем, да, мучное я исключила из своей жизни, но оно иногда появляется, но я не испытываю к этому никакой тяги, а если у вас есть зависимость, и я знаю, что таких людей много, которые испытывают тягу и зависимость к мучному, и не могут никак отказаться, то по этому поводу я разработала целую систему, и она, конечно, не является каким-то ноу-хау, это общеизвестные сведения, просто я собрала их в один курс, в одну кучу, и сделала такой целый марафон, который называется Булкомбой, сейчас этот марафон можно просто приобрести в записи, если у кого-то есть такая потребность, и вот по этой системе можно просто пройти все шаг в шаг, и избавиться от этой зависимости раз и навсегда, еще раз подчеркну, что сделать это не так-то сложно, просто страшно об этом думать, что вы можете отказаться от мучного и потерять какое-то удовольствие в жизни, на самом деле нет, этот отказ происходит довольно несложно, в отличие, скажем, от отказа от алкоголя, наркотиков или табака, отказ от мучного это все намного легче, тут главное просто перестроить себя в мозгах, в сознании, и понять, что эта еда не несет никакой пользы, удовольствие оно такое временное, то есть отказавшись от мучного вы потом даже и не вспомните о нем, об этом удовольствии, и будете получать удовольствие вообще из других источников. Я считаю, что нет такого правила, сколько раз в день принимать пищу, вы уже убедились в этом на моем примере, то есть если раньше это было там 7-8 раз, то сейчас это где-то 3 раза, а может быть даже и меньше, это вопрос очень-очень такой плавающий, и у каждого человека на разных этапах его жизни, на разных этапах его становления в его пути, в его питании, это количество раз, оно может очень сильно варьироваться, как там от 10 до 1 раза, а может быть даже и питание вообще через день, это кстати вполне себе такая приемлемая практика питаться через день, но к этому конечно сразу прийти невозможно, это формируется по мере того, как вы оттачиваете, отрабатываете свое питание. Как уменьшить объем еды, если желудок растянут, надо просто понимать, что желудок это мышца, и любая мышца она может как растягиваться, так и сокращаться, и вполне понятно, что если вы хотите сократить свой желудок, вы просто давайте ему меньше нагрузки, просто давать еды. Если вы не понимаете, как это делать, то очень просто, не уменьшайте это количество резко, то есть если вы ели, если, предположим, порция составляет 500 грамм, то пусть она уменьшится грамм на 50, и будет 450, ну предположим, это я так примерно говорю, да, и ешьте какое-то время эту еду по 450 грамм, спустя может быть пару недель уменьшите еще на 50 грамм, ешьте еще пару недель 400 грамм, и так далее, и так далее, и вот такие изменения, они вообще незаметны, они очень незаметны, они будут восприниматься легко, и для вас это не будет никаким ну бременем, а вы между тем будете делать очень доброе дело для своего желудка и для своего организма в общем и целом. У меня нет, как я уже сказала, режима питания, я ем только тогда, когда я хочу есть. Если я не голодна, я могу пропустить совершенно спокойно какой-то прием пищи, если я сильно голодна, я могу сделать дополнительный прием пищи, но режима у меня нет. Я считаю, что есть нужно, принимать пищу нужно только тогда, когда у вас явно выраженный голод, когда у вас просто полон рот слюны и все тело и весь организм они находятся в полной боевой готовности для того, чтобы переваривать сейчас пищу. Что касается совместимости продуктов, по этому поводу лучше сделать отдельное видео, потому что там нужно немножко поподробнее разобрать ситуацию, но я думаю, что я сделаю такое видео. Я не питаюсь ни по принципу метаболической тарелки, ни по какому другому принципу. Я никогда не считала калории и не собираюсь этого делать, просто потому, что как приверженец естественного питания, приверженец натуропати, я считаю, что все должно быть естественно. И все должно основываться только на естественных потребностях организмов. Я думаю, что вряд ли организм требует какого-то количества калорий, какого-то соотношения белков, жиров, углеводов. Скорее всего, организм требует именно той еды, которая в данный момент способна удовлетворить его минимальный голод и дать ему максимальное количество энергии. И у каждого человека это может быть совершенно разная еда в зависимости от состояния организма человека, в зависимости от того, на каком жизненном этапе он находится. То есть у ребенка это одна ситуация, у пожилого человека совершенно другая ситуация, у спортсмена это одно, у домохозяйки это другое. В общем, ситуация в ситуации рознь. Нет одинаковых принципов для всех подряд. У каждого человека должны быть свои принципы в зависимости от его ситуации. Но есть, конечно же, определенные принципы в переходе на естественное питание, и я о них уже говорила в первой части, и эти принципы соблюдать несложно, если понимать, к чему приводит нарушение. и отступление от этих принципов. А вот по поводу белков это вообще просто целая отдельная история. Сколько раз в день у вас получается есть белки? Сколько, какие и когда? Ну вот это настолько вообще смешной вопрос, на мой взгляд. Можно подумать, что я живу и только и думаю о том, как бы мне побольше съесть белков и наполнить свой день белками. Вообще очень часто встречается мне такая формулировка, что надо добирать белки, надо выполнять норму по белкам. если бы вы знали, что наш организм вообще не нуждается в такой гиперопеке с точки зрения белков, потому что белки содержатся в любой еде. Вот какой бы продукт вы не взяли, его всегда можно разложить, ну практически любой продукт можно разложить на белки, жиры и углеводы. капусту, яблоки, бананы, там яйца и кашу, суп. Любой продукт можно разложить, почти любой, на белки, жиры и углеводы в той или иной пропорции. То есть в каких-то продуктах много белка и мало углеводов или там нет совсем углеводов. В каких-то продуктах наоборот много углеводов, но очень мало белка. Но дело в том, что мы получаем, мы по-любому получаем белки, жиры и углеводы практически с любой едой. И вот эта гипертрофированная забота о том, чтобы добирать какую-то пресловутую норму белка, она вообще родилась из чистого маркетинга. Она родилась не из потребностей организма. Она родилась из голого, чистого, тупого маркетинга. Когда какой-то американский дядюшка Макдональдс может быть решил, что ему нужно усиленно продавать, толкать свою мясную продукцию, была опущена в массы такая идея о том, что людям нужен белок, именно белок из животного, из поэтому давайте покупайте у меня мясо или котлеты и тогда у вас все будет хорошо. И этот миф так прижился, он так прочно засел у нас в головах людей, что до сих пор люди озабоченно себя пытаются добирать к каким-то нормам белка, когда этого вообще нет. В помине в естественном питании жизнь и практика показывает, что даже если человек веган или вегетарианец и он либо вообще не ест животную еду, либо ест ее крайне мало, они вообще живут совершенно нормальной жизнью, если они правильно подходят к самопитанию и у них нет потребности добирать какой-то белок. Я уже много раз сталкивалась с такими ситуациями, когда люди ко мне обращались и они обращались именно потому, что у них начинали происходить какие-то странные явления с их здоровьем. Именно по той причине, что они начали добирать белок. То есть либо это был перебор по животной еде и у них начиналось тотальное загрязнение организма, процессы гниения из-за этого перебора мясом были настолько сильны, что человек уже просто от него уже просто дурно пахло. У него даже запах гниения ушел от кожи, изо рта, настолько сильно он перебирал белков. Поэтому вот это вот я всеми своими силами буду пытаться доказывать и объяснять вам и дальше, что это понятие добирать какую-то норму белка это совершенно ненормально, это совершенно неестественно для здорового питания. Поэтому я никогда не думаю о том, где мне брать какие-то белки. Я вообще не думаю об этом. Я просто питаюсь той едой, которая мне нравится, а нравится мне по большей части фрукты и сырая растительная пища. Я ем также жиры, я ем также и белковую пищу, которая может быть в виде яиц или рыбы или какие-то растительные белки в виде бобовых, орехов и так далее. Но я никогда не делаю на этом упор. Я ем предположим чечевичный суп не потому, что я хочу добрать норму белка, а просто потому, что мне захотелось чечевичного супа. я всегда слушаю, что просит мой организм и я даю ему именно ту еду, которую он просит. Вот и все. Нет, я живу не одна, я живу с мужем. Одно время мы жили с родителями, когда переехали из Сочи, потом мы стали жить отдельно с мужем, но мама у меня живет рядом, папа, к сожалению, умер два года назад. Маму я навещаю, мы живем рядом, я у нее бываю почти каждый день, но к великому счастью, мама совершенно самостоятельный человек, она сама себе готовит, мне не нужно подавать, ей что-то готовить, она сама себя обслуживает полностью. Мы с мужем обитаемся почти одинаково, поэтому все, что я готовлю для себя, это то же самое идет и для мужа, и у нас нет никаких разногласий, то есть у нас нет ничего такого, чтобы я готовила отдельно для мужа, а отдельно для себя. Вся еда у нас одинаковая. Аюрведу я не изучала, когда я училась в институте натуропатии, я так слегка коснулась темы, но глубоко в нее не вникала, поэтому эти знания я не применяю в своей практике. А вот что касается невозможности удержать желаемый вес, то есть оставаться в хорошей физической форме, несмотря на многократные попытки предпринять очищение организма, практиковать условное голодание, то здесь вывод только один, вам не удается наладить свою систему питания здоровую, которая бы позволяла поддержить вам чистоту в кишечнике, нормальный обмен веществ, и не получается делать так, что процессы очищения преобладали над процессами загрязнения, ну то есть с питанием явно что-то не так, в противном случае у вас бы все было хорошо, у вас бы вес снижался до того уровня, который был бы комфортно вашему организму, поэтому здесь вопрос только к системе питания, нужно ее отработать, то есть явно какие-то ошибки, явно какие-то косяки, я уже убедилась на многочисленном примере людей, которые обращаются ко мне за помощью, есть люди, которые прям очень-очень много раз делают вот эту очистительную практику, каждый раз вес снижается, потом снова набирается, это будет бесконечно, если вы не отладите ваше питание, это будет бесконечно, и вот эти вот встряски, и этот стресс для организма, когда его бросают из голода в еду, из голода в еду, как правило, это ничем хорошим не кончается, поэтому лучше наоборот постепенно уходить от практики условного голодания, но больше концентрировать свое внимание именно на здоровом питании, на очищающем питании, пересматривать свою точку зрения в отношении питания, уходить от традиционного питания, пусть даже плавно, и смотреть в сторону больше сырого, растительного, питания, вот, это единственный вариант, чтобы ваш вес стал таким, каким бы вы его хотели видеть в идеале. Ну, вот это еще раз пример того, что человек, когда много слушает, много изучает разной информации от разных авторов, конечно, в голове возникает каша, сумбур, и если не прийти к своим убеждениям, к своей точке зрения, опять же, основываясь на своей практике, то будет очень трудно находиться в этом раздраве. Но это действительно нужно сделать именно основываясь на практике, потому что, когда это только одна голая теория, а ты ничего не делаешь на самом деле практически, чтобы изменить свой подход к питанию, то тогда вообще никакого мнения своего быть не может, потому что все мнения и убеждения рождаются только на практическом опыте, как положительном, так и отрицательном. Это работает прежде всего. Поэтому практикуйте, делайте свои собственные выводы, и тогда у вас не будет в голове никакой каши. А то, что кто-то там советует каши есть только до 10 часов утра, а каши нельзя есть до 10 часов утра. Ну, вот если кто-то там решил, что нельзя есть каши до 10 утра, хотя вообще это странно, почему именно каша, почему именно до 10 утра, почему нельзя, ну, кто-то вот так решил для себя, да, и он об этом сказал там во всеуслышании, то почему все должны придерживаться именно этой точки зрения. я не говорю о том, что я ем каши до 10 утра, я вообще почти не ем каши никогда, уже теперь, вот, но это не должно стать законом, это не должно стать каким-то принципом, который нужно свято исповедовать и не отступать от него, нужно просто пробовать, нужно просто пробовать, либо есть каша до 10 утра, либо не есть каши и смотреть, как на это реагирует ваш организм и уже после этого делать свои собственные выводы, можно есть каша до 10 утра или нельзя. Мой первый инсайт, это вот как раз и было прочтение книги Марва Аганян «Экологическая медицина». Мой первый инсайт состоял как раз в том, что я поняла, что традиционное питание является загрязняющим питанием и именно благодаря такому питанию люди очень мало живут, у них короткая жизнь и эта жизнь очень часто сопровождается различными хроническими заболеваниями. Вот это и стало моим инсайтом. И на самом деле моя жизнь, мой опыт и опыт очень многих других людей подтверждают, сказать, что как только вы начинаете менять свое питание, уходить от традиционного и делать его более живым, природным, как тут же ваши хронические заболевания начинают куда-то отступать, и ваша жизнь качественно очень сильно меняется в лучшую сторону. Вот по поводу вот этого вот страха перед условным голоданием, я здесь хочу сразу развеять эти страхи и гипертрофированную озабоченность насчет того, как это все совмещать с работой, надо ли брать отпуск. На самом деле условное голодание это абсолютно нормальная практика, по сути это питание, просто это питание не твердой пищи, а жидкой пищи. И вот в этом выражении условное голодание людей пугает слово голодание, но они не учитывают вот это слово условное. Слово условное оно как раз и означает то, что это не настоящее голодание, это, если хотите, игрушечное голодание, это или можно так сказать не в самом деле такое смешное слово, это не по-настоящему голодание, это как бы, это типа, это аналог голодания, настоящее голодание, это когда вы вообще ничего не едите, у вас либо только одна вода, либо вообще даже нет воды, и вы голодаете на сухую. Но вот условное голодание это как раз очень комфортная система, когда вы можете пить чай с медом, когда вы можете пить свежевыжатые соки, и это такое очень интересный, мягкий, комфортный способ очищения организма, который переносится практически всеми очень легко, и я бы даже сказала интересно. Я уже провела несколько таких вот групповых мероприятий по условному голоданию, когда люди несколько дней и даже недель питаются соками, да, и чаями, и я еще не встретила ни одного случая, когда это нанесло кому-нибудь какой-то колоссальный ущерб, или человек потерял сознание, или он сильно истощал, и, не знаю, наоборот, люди получают очень положительный опыт в таких мероприятиях, у них появляется больше энергии, они начинают лучше чувствовать свое тело, у них уходит какой-то вес, у них меняются вкусовые ощущения, они начинают больше чувствовать вкус живой растительной пищи, это с любых точек зрения положительный опыт, и очень часто люди совмещают такую практику жидкого питания именно с работой, и тоже ничего удивительного не происходит, конечно, в идеале, если у вас позволяет ваше время, то лучше это, конечно, на такой опыт взять небольшой отпуск, предположим, но это в идеале, а если такой возможности нет, то вполне себе спокойно можно и совмещать это с работой, так что пусть это слово вас не пугает, скорее всего, это, наверное, это будет, наверное, первым вашим положительным опытом в мире очищения, от которого вы получите не только бонусы, но еще и повысится ваша планка уверенности в себе, потому что пройти вот такую практику, это уже по-любому есть шаг вперед, но при том, что вы ее комфортно проходите и не испытываете каких-то зверских мучений, у вас она оставляет очень благоприятные впечатления, и вам не будет страшно вернуться к этому вновь, особенно учитывая то, что ведь на самом деле нет никаких обязательных цифр или каких-то норм, сколько дней вы должны находиться на этом условном голодании, вы можете быть на нем хоть один день, хоть два-три дня, либо неделю, либо две-три недели, ровно столько, насколько вам будет это комфортно, насколько вам будет это необходимо, как вам это будет нравиться, какие у вас есть для этого возможности и ресурсы, но это конечно же тоже тема вообще совершенно отдельное условное голодание, тут много есть о чем сказать, поэтому пока больше зацикливаться на этом не буду. Если есть полная непереносимость белка в виде яиц или еще какой-то животной еды, то это очень четкое указание на то, что ваш организм в данный момент сильно загрязнен и в первую очередь нужно думать не о том, чем заменить белок, а о том, как начать очищать свой организм. Запасов белка у вас там хватит на какое-то время, вам нужно подумать о том, как навести порядок в кишечнике, чтобы очистить его от следов жизнедеятельности патогенной микрофлоры, от слизи, которая накопилась в результате процесса упражнения и гниения. И когда вы более-менее очистите свой кишечник, у вас ситуация по переносимости белка может измениться. То есть почему не переносится белок, потому что у вас идет перенасыщение этим белком и организм воспринимает его как вражеского агента, поэтому выдает аллергические реакции, реакции непереносимости. Поэтому просто освободить себя от белка и заняться с очищением кишечника. И постепенно эта ситуация выровняется. И ваш организм снова сможет усваивать белок. И давать тогда себе белок нужно будет конечно понемножку, аккуратно и ровно тогда и ровно столько, сколько ему будет требоваться организму. А пока его не будет требоваться, то лучше себя и не принуждать ни к какому белку, ни к животному, ни к растительному в усиленном формате, а идти просто по принципу облегченного питания и того питания, которое будет больше вас очищать, нежели чем загрязнять. Это тоже скорее всего глубокая тема и требует более детального рассмотрения. И уж конечно ни в коем случае нельзя себя заставлять есть что-то, будь то мясо, будь то любая другая еда. Любой насилие, которое вы проявляете к себе с точки зрения закладывания себя какой-то пищи против желания организма, это всегда плохо заканчивается. Это всегда будут плохие побочные результаты. Поэтому не надо никогда себя заставлять что-то есть. Основные трудности на этом пути, с которыми пришлось столкнуться, ну, наверное, главная трудность это интоксикация. Пока я не поняла, как ее преодолевать, это было, наверное, главный барьер. Еще трудность была в том, что как взаимодействовать с окружающими, то есть сейчас я уже научилась спокойно взаимодействовать. когда произошел инсайт, я поняла, что уже я больше не могу жить по-старому, питаться по-старому. Мне хотелось кричать на весь мир об этом открытии, и мне особенно хотелось переобщить к этому своих близких, своих детей, родителей. Мне хотелось доказать, что они неправы, что они питаются неправильно. и когда я потерпела фиаско в этом, меня не услышали, меня не воспринимали, и мне это было обидно, и первое время это была большая трудность, и я знаю, что очень многие люди тоже сталкиваются с этой трудностью, но постепенно я послушав другие мнения, почитав некоторые книги по психологии, я поняла, что я не имею никакого права оказывать давление на своих близких, даже в своих благородных целях, как говорят, добро нельзя причинить насильно, очень хорошее выражение, я поняла, что нужно просто оставить всех в покое и заниматься чисто своей жизнью, и тогда уже просто смотреть, как реагируют на это твое окружающее, если кто-то проявит интерес к твоим результатам, к твоему опыту, к твоей практике, то нужно просто тогда подогревать этот интерес аккуратными такими рекомендациями или советами, но только при желании самого человека, если человек не желает ничего менять и не желает слушать даже какие-то твои рекомендации по изменениям, то лучше не соваться, лучше оставить его жить свою жизнь, как говорится, и проходить свой собственный опыт, если человеку суждено прийти к своим инсайтам, он придет, он придет к своим путем, но насильственно это ускорить нельзя. Что влияло на успех или не успех? Я думаю, что влияло только мое собственное видение моих действий, видение результатов, анализ этих результатов, то есть мое собственное отношение к своему пути, только это влияло на успех или не успех. Если я видела, что я терплю какие-то поражения и чего-то мне не удается достичь, то я отдавала себе отчет, что виновата в этом только я сама и никто больше, никакие обстоятельства, то есть где-то немножко хромала дисциплина, где-то помешали простые человеческие слабости, где-то просто была нехватка времени или я на нее ссылалась, но ничто другое не влияло на мой успех или не успех, кроме самой меня. Величина дохода влияла ли она на успех или не успех? Думаю, что нет. Я уже поняла, что при любой величине дохода, даже самого минимального все равно можно выстроить какую-то другую линию в своем питании и воздействовать на усиление процессов очищения в теле. просто у меня на самом деле были разные этапы по доходам. Был этап, это как раз когда мы переехали из Сочи в другую местность, был период времени довольно длительный, когда я была вообще без работы, без источника дохода, и даже в то время я умудрялась все равно практиковать очищение организма, переходить на более здоровое питание, и оно было очень простым и примитивным, это были какие-то яблоки, морковь, дешевая капуста, то, что можно было где-то раздобыть на каких-то на дачах, на участках из таких более-менее бесплатных или недорогих источников, при любом раскладе можно было можно было обеспечить себе новое альтернативное питание, и сейчас имея устойчивый доход, да, и уже такой заметно отличающийся от того в те годы, я понимаю, что совершенно необязательно тратить на свое здоровое питание очень много денег, здоровое питание может быть очень недорогим, потому что чем более здоровым ты пытаешься его делать, тем меньше у тебя потребность в различных изысках, чем более здоровым становится твой кишечник, тем более простым и минимальным становится твое питание, не потому, что ты себя ущемляешь в нем, а потому, что тебе так хочется, минимализм в еде, малоедение, моноедение, вот эти все слова, это не пустой звук, это все действительно появляется в твоей жизни, когда ты практикуешь здоровое, очищающее, естественное питание, вот это все приходит в твою жизнь само собой, и это все становится очень органичным и радостным, и это тоже влияет на экономию твоего бюджета, если сырые фрукты, фрукты и овощи не дают долгого насыщения, то в принципе это можно сказать почти нормально для традиционно питающегося человека, потому, что его организм еще не привык питаться такой пищей, и действительно не получается долгого насыщения, хотя на самом деле это и нормальная практика, что мы не получаем долгого насыщения, потому, что фрукты и овощи сырые это такая еда, которая очень быстро усваивается, и поэтому вполне нормально, что не происходит долгого насыщения, но у тех людей, которые уже давно практикуют питаться фруктами и сырыми овощами, у них этот период насыщения становится более длительным, просто потому, что организм привыкает к этому, но это тоже дело времени, к этому постепенно можно привыкнуть, и если долго насыщения не происходит, то лучше не запихивать себя большим количеством фруктов, чтобы не растягивать желудок, и не делать слишком сложным свое блюдо, лучше все-таки пойти путем меньше еды и меньше разных видов еды в одном приеме пищи, но лучше сделать это почаще. Практика показывает, что вот в таком подходе пища будет лучше усваиваться, нежели вы будете есть ее редко, но очень много и очень много разной в одном приеме. И если вы действительно ощущаете, что у вас смешиваются, то есть еда залеживается, не очищается полностью желудок, кишечник, как бы застаивается еда, если вы это понимаете, действительно чувствуете на физиологическом уровне, и у вас возникают неприятные симптомы от этого, вздутие, какие-то неприятные ощущения в кишечнике, заполнять вот эти голодные промежутки, чтобы не болела голова, и чтобы при этом не делать диких смешений в своем желудочно-кишечном тракте, лучше просто заполнять эти голодные промежутки какими-то напитками, это могут быть чай травяные с медом, можно даже делать чай с растительным молоком, с ореховым молоком, с кунжутным, или с кокосовым, или с миндальным, горячий чай и мед, это дает насыщение, прием таких жидкостей, он как бы притупляет чувство голода и в то же время дает возможность в вашей еде нормально перевариться и покинуть желудок, покинуть определенный отдел кишечника и продвигаться к выходу без проблем, без вот этих неприятных симптомов. Я не могу сказать, что у меня было много каких-то плохих привычек, я, если честно, даже не могу их вспомнить, но вот одна из плохих привычек, это точно, у меня было есть по ночам. Каждую ночь я просыпалась, чтобы сходить в туалет, и мне обязательно нужно было что-то положить в рот. Если я этого не сделаю, то я не могла заснуть. Эта привычка, она исчезла вот ровно, то есть мне не пришлось даже прикладывать никаких усилий к исчезновению этой привычки. Она произошла, то есть ее исчезновение произошло само собой, когда я стала вот в шестнадцатом году практиковать очищение организма и переходить на живое естественное питание. Даже вот организм не просил уже ночью этой еды, просто потому, что он вошел в свой естественный режим функционирования, и вот это отпало само собой. это вот как раз вопрос чрезмерного старания. Что бы мы ни делали, всегда, если мы делаем это чрезмерно, это всегда приводит к каким-то негативным результатам. И вот этот пример как раз очень наглядно это подчеркивает. Если уж вы заходите на разгрузочный день, то надо понимать, что в этот день ваш организм тратит довольно много энергии именно на очищение, потому что как только у вас исчезает твердая привычная пища из рациона, ваш организм начинает очищаться в более усиленном формате. Дайте ему возможность почиститься в этот день, то есть не отнимайте у него эту энергию на физическую усиленную активность, не тренировка, а пусть это будет спокойная прогулка или какая-то умеренная физическая нагрузка, умеренная физическая активность. Это все в ваших руках, и от того, что вы будете себя перегружать в этот день, вы не получите какого-то ощутимого эффекта, результата, наоборот, вы себя утомите, и это может в дальнейшем негативно сказаться на вашей дальнейшей практике. А когда человек заходит на более длительную практику очищения, курс условного голодания длительностью недели или пару-тройку недель, то здесь все будет зависеть от того, как ваш организм будет справляться с этими нагрузками. То есть если вы понимаете, что чувствуете, что есть желание снизить эти нагрузки, то именно это нужно и делать. Но есть люди, которые довольно легко переносят такие дни жидкого питания, и у них энергии очень много, и им хочется тратить эту энергию на занятия спортом. И тогда, конечно, нельзя себе в этом отказывать, если это просится. В общем, все будет зависеть от состояния организма. Но чего уж совершенно точно не стоит делать, так это лежать пластом на диване в дни условного голодания, потому что как раз это не будет способствовать хорошему очищению. Нужно наоборот двигаться, нужно ходить, нужно усиливать свое кровообращение и поддерживать тонус своих мышц. Тогда очищение будет проходить эффективно. Ну, я уже не буду повторяться принципы, чтобы не срываться. У меня не стоит такой вопрос, потому что срываться не из чего. И мои принципы, они очень простые, я их уже выкладывала в первой части, говорил о них в первой части. А продолжаю я условное голодание по огоням. Сейчас уже нет, оно приходит ко мне только в тех случаях, когда нужно срочно решить какую-то проблему. Например, вирус подхватил, или какое-то недомогание, может, какое-то отравление. Тогда просто могу зайти на один день в жидком питании и все, и проблема быстро решается. Отличить голод от просто поесть очень легко. Когда у вас реальный голод, у вас рот наполняется слюной, и вы не можете думать ни о чем другом, как о еде. Вот это вот есть реальный голод. Если же вы думаете, а чего бы вам такого поесть, и вот этого хочу, а вот этого не хочу, а может быть не поесть, а может быть попить. Когда идут такие размышления, то совершенно точно это указывает на то, что никакого реального голода нет, и что это какая-то просто блажь, и стоит вам только заняться каким-то более творческим делом, или работой, или тренировкой, ну, в общем, просто чем-то отвлечься, как вы совершенно забываете о том, что вы хотели поесть. Поэтому здесь очень четко все это можно прослеживать. Как совмещать малоедение и спорт, чтобы не переборщить? Малоедение не должно прийти насильственно, внезапно, в один день, и вопреки желанию вашего организма. Вот если оно приходит само собой, естественным путем, и это ваше естественная потребность, тогда у вас все будет органично сочетаться, и спорт, и малоедение, и хорошее самочувствие, и достаточное количество энергии. Вот, если же вы вводите малоедение как насильственную меру, вот прям принципиально едите мало, то ваш организм может просто не понять этого, не согласиться с этим, и у него не будет сил, не то что на спорт, а даже на жизнь. Поэтому не стоит торопиться с введением малоедения, пусть оно придет само собой. Как понять, что хватит терять вес? Не надо ничего понимать, надо просто следить за своим самочувствием, и за количеством энергии. Если у вас все хорошо с самочувствием, если вам хватает энергии на жизнь, вы можете даже вообще не вставать на весы. что значит пора стабилизировать вес? Будет ли это означать, что вы начнете в себя дополнительно впихивать какую-то еду? Нет, конечно. Еда это то, что мы имеем в своей жизни для того, чтобы быть энергичными, для того, чтобы жить, и для того, чтобы выполнять какое-то свое жизненное предназначение. для этого нам нужна еда. Но она нужна не для того, чтобы стабилизировать вес, чтобы его уменьшать или увеличивать. Вес это последствия вашего образа жизни, вашего образа питания. Если с вашим образом питания все хорошо, если вы его действительно подстраиваете под ваши нужды, то у вас и с весом будет все хорошо, и с жизнью будет все хорошо. Так что самое главное внимание должно быть все-таки на ваше самочувствие и на количество энергии в вашей жизни. А вот это самый смешной вопрос. Как вы находите время на все это? Приготовление еды, молока, клизмы и так далее. Ну, как я уже говорила, клизмы я не делаю, поэтому время на них не приходится тратить. Клизма это какое-то сейчас уже стало супер редкое явление, и оно может быть применено только при каком-то форс-мажорном обстоятельстве, такое как отравление, интоксикация, или какая-то внезапная головная боль, внезапная необходимость очистить кишечник от какой-то там реакции, которая вдруг произошла, да, то есть это какой-то форс-мажор. В своей ежедневной жизни, в повседневной у меня нет потребности делать клизмы, потому что у меня хороший стол, у меня очень хорошо работает кишечник, и поэтому эта тема уже отпала. Давно, я бы сказала. Приготовление еды, молока, приготовление еды, оно у меня очень простое и минимальное, потому что я не люблю сложно приготовленных блюд, я люблю очень простое. Даже если что-то я готовлю, то это самое мое любимое занятие, это что-то запечь. Положил в духовку, запек и никаких усилий. Что касается приготовления молока, если человек имеет в виду растительное молоко, это делается буквально за одну минуту. Перемолоть орехи в кофемолке или там в блендере тихо, в блендере с водой, но это ровно минута, пока работает блендер. Я не знаю, что тут такого особенного. Просто это для кого-то может быть непривычным занятием, а все непривычное кажется, что на это нужно тратить много времени. на самом деле нет. Это ложное восприятие здорового образа питания. Как раз наоборот, мне кажется, на приготовление традиционных блюд тратится намного больше времени, намного больше усилий, чем для каких-то простых коктейлей или растительного молока. Продолжение этого вопроса оно еще более смешное. Я не на пенсии, я вообще не знаю, что такое пенсия, я не собираюсь на пенсию, и вообще это не имеет отношения вообще ни к моему возрасту, ни к моей жизни. То есть я не понимаю, что такое пенсия. Я не занимаюсь только своим здоровьем и только Инстаграм. Мне не нужно заниматься своим здоровьем, потому что своим здоровьем все хорошо, и специально я ничего для этого не делаю. Я питаюсь уже определенным образом, тем питанием, которое меня устраивает, я занимаюсь посильно какими-то физическими практиками, настолько позволяет мне свободное время, и я занимаюсь все свое свободное время, вернее оставшееся время, я занимаюсь работой. Я работаю не только в Инстаграм, у меня масса других площадок, у меня масса других проектов, у меня много клиентов, консультаций и прочей-прочей работы, которые забирают у меня много времени. Поэтому если человек думает, что вся моя забота это только сделать клизму и посидеть в Инстаграме и последить за своим здоровьем, то это, конечно, очень смешно, что люди так думают. Есть ли у меня внуки дети? Ну, внуков у меня нет. Дети мои взрослые, они живут отдельно, самостоятельно жизнью, поэтому наше общение, оно в основном сводится к телефонному, но они уже самостоятельные люди, поэтому мне не приходится тратить свое время для того, чтобы как-то обеспечивать их питанием или приготовлением для них еды. Это они делают самостоятельно. Как я все впихиваю в свои 24 часа, я сама удивляюсь, насколько много я успеваю сделать дел в моем дне, но, наверное, это уже вошло в привычку, наверное, по-другому я уже жизнь свою не представляю, и вот ровно с того дня, когда я поняла, что пища это нечто второстепенное в моей жизни, моя жизнь стала наполняться больше такими глобальными мероприятиями, такими, как построение своего бизнеса, занятие какими-то творческими делами, физическими, активностью, на это стало уходить много времени, и это стало больше интересовать меня, нежели простаивание плиты, приготовление какой-то вкусной пищи, то есть интересы явно сдвинулись в другую сторону, и акценты переместились на другую область жизни. Как я понимаю, достаточно ли витаминов и микроэлементов в моем организме, я никак это не понимаю, я считаю, что это не мое дело следить и заботиться о витаминах и микроэлементах. Всем этим заведует микрофлора кишечника. Если у вас с микрофлорой все хорошо, то вы чувствовать будете себя хорошо, и у вас не будет ничего болеть, и у вас будет все здорово со здоровьем и с энергией. и это будет означать ровно то, что у вас все в порядке с витаминами и микроэлементами. Поэтому специально следить за этим я не слежу. Анализы я никакие не сдаю по этой же причине. было бы странно прийти в прилининку и сказать, что я хочу пройти анализы. Если бы меня врач спросила на каком основании, я бы сказала да просто так. Мне это как-то странно пойти и потерять свое время неизвестно на что, чтобы убедиться, что у меня все в порядке, а я знаю, что у меня все в порядке. Но если бы у меня было что-то не в порядке, то я бы давно это уже почувствовала в каком-то своем органе или в отдельной части тела или в самочувствии или еще в каких-то недомоганиях. Поэтому не считаю, что нужно ходить сдавать анализы, если вы не чувствуете никакого ущерба. Что касается ошибок, я совершенно честно о них рассказываю, потому что это действительно очень здорово учиться на чужих ошибках. В свое время, когда я только начинала изучать тему очищения, тему изменения питания, я искала в интернете опыт других людей, и мне был интересен опыт тех людей, которые рассказывают о своих ошибках. Это позволило мне не сделать своих собственных ошибок. И в свою очередь я поступила и поступаю точно так же. Если я со временем понимаю, что вот тогда-то я ошибалась и допускала какие-то ошибки, я говорю об этом. Либо я выпускаю видео, либо вот, например, я написала книгу свою, записки доктора натуропатии, в которых я четко разложила по полочкам все свои ошибки и к чему они привели и что именно нужно делать, чтобы этих ошибок избежать. У меня тоже было подобное, когда я прошла свой первый курс очищения и попыталась сделать один раскладочный день в неделю, то есть день без еды, день на жидкостях. Мне это тоже было противно почему-то. Я тогда это отнесла к своей слабости, подумала, что что-то вот у меня как-то дисциплина хромает, но потом я проанализировала ситуацию и поняла, что это не случайно. Если организм этому сопротивляется, если он этого не хочет, то значит ему достаточно того уровня очищающего питания, которое я поддерживаю среди недели, и мой организм не нуждается в дополнительном очищении раз в неделю, потому что ему всего хватает. Когда я это поняла, я просто со спокойной совестью перестала пытаться делать такие дни, я и до сих пор их не делаю, ну просто потому, что наверное у меня нет сильных погрешностей питания, как я считаю, но когда я чувствую потребность в таком дне, я обязательно его делаю. До каких пор будет тянуть на любимые вредные блюда, ровно до тех пор, пока они будут любимыми, как только они перестанут быть любимыми, на них перестанет тянуть. То есть здесь просто нужно наверное продолжать идти своим путем и ждать этого момента, когда вы разлюбите какое-то очередное вредное блюдо. Опыт интоксикации у меня был, очень был жесткий опыт, об этом было видео на моем канале в ютубе, был опыт и преодоления интоксикации и пока я не получила свой собственный опыт, я не поняла как же на самом деле нужно себя вести, чтобы избежать ее и предотвратить ее и справиться с ней, если она вдруг наступила. Поэтому в сегодняшнем видео я эти подробности давать не буду, но это тема просто отдельного видео. Но интоксикацию при переходе на более здоровое питание и при очищении организма переживает практически каждый человек. У меня очень много примеров таких человеческих историй, как люди переживают интоксикацию. Это действительно тема такая сложная и я по ней сделаю отдельное видео. Одно время я отказалась от этой мысли, что нужны групповые мероприятия в проведении подобных марафонов или курсов тренингов, но как-то все-таки практика показала, что на самом деле люди хорошо воспринимают такие групповые мероприятия и бывает даже, что в группе, в групповой работе человек получает больше мотивации, больше хороших результатов, больше успеха и ему это больше нравится, то есть проходить в группе более комфортно. Не могу сказать, что всем людям подходит такой формат работы, но есть немало людей, и вот именно для таких людей я и провожу эти мероприятия и планирую, что и дальше буду все-таки проводить, поскольку то, что пользуется спросом, то должно притворяться в жизнь. Я постараюсь сделать такой график мероприятий и опубликовать его в социальных сетях, чтобы каждый человек мог для себя определить, когда ему удобнее влиться в такое мероприятие. Когда речь идет об аллергии на какие-то продукты, то нужно признать честно, что продукты не виноваты. Аллергия это попытка организма очистить себя от большого количества шлаков и токсинов, которые скопились на данный момент в организме. И провокатором такой реакции очищения может быть любой продукт. И не обязательно тот же продукт, может быть и животное, может быть и какое-то климатическое явление, то есть бывают аллергические реакции на холод, на жару и так далее. Так что искать виновников среди продуктов или животных не стоит. Нужно просто пересмотреть свое отношение вообще в принципе питания. То есть если на данный момент у вас есть аллергическая реакция на перечисленные продукты, то первым делом, конечно, нужно эти продукты убрать для начала. Не надо их ничем заменять, нужно просто понять, что выстраивать свое питание нужно таким образом, чтобы оно было у вас сейчас очищающим. А это, как правило, овощи, сыры и жиры. Сыры и овощи и жиры хорошо очищают. Их нужно просто как можно больше встраивать в свое питание, добиться, возможно, даже провести какой-то дополнительный курс очищения для того, чтобы снизить такую токсичную нагрузку, добиться уменьшения уровня загрязнения в своем организме и тогда потихонечку вводить эти продукты прямо вот на уровне понюхать. Мед слезать с ложечки, не ложкой, не вы, а для начала просто прям понюхать или облизывать ложку и так далее. По половине чайной ложки апельсинового сока и постепенно приучать свой организм к этим продуктам. Они сами по себе не являются плохими продуктами, они просто на них реагируют так ваш организм. Но если в организм будет более-менее спокойная ситуация по шлакам и токсинам, то он перестанет на них так бурно реагировать и вы снова сможете ввести их в свое питание. Конечно, когда речь заходит об изменении питания конкретного человека, если он находится в большой семье, где есть муж, где есть дети, а может быть еще и родители, и там нужно готовить на всю семью, а вся семья не готова уходить с традиционного питания и даже слышать об этом не хочет, здесь, конечно, может быть будет немного сложнее, чем тем, кто живет один, или тем, кто живет в паре, как я, например, и партнер готов разделять ваше мнение. Но даже при такой ситуации все равно можно как-то потихонечку плавно менять свое питание, потому что в принципе-то набор продуктов у вас особенно не будет отличаться от того набора, которым питается ваша семья. То есть единственное, что вы можете исключить, это какую-то совершенно вредную еду, типа колбасы, мучного, конфет, вы это совершенно смело можете исключить. Но у вас же по-прежнему в рационе останутся овощи, фрукты, жиры, мясо, рыба, яйца, это же все останется. Поэтому кто вам запрещает все это есть, но просто делать акцент больше на сырую, допустим, растительную пищу, но все равно оставлять при этом какую-то и традиционную приготовленную еду. И если скажем, вся семья садится за стол и ест предположим традиционную картошку с котлетами и с салатом, то кто вам мешает есть либо салат с котлетой, либо салат с картошкой, но не смешивать все это в одном котле. И кто вам мешает сделать салат не из помидоров и огурцов, как это у нас ошибочно принято с котлетой, а сделать салат из капусты или моркови. То есть у вас будет тот же самый овощной салат, та же самая котлета, просто это будет немножечко в другом формате подано. Если бы можно было сказать, что вы переходите на какое-то совершенно иное космическое питание и выписываете себе из космоса продукты, то есть вся ваша семья питается картошкой, котлетой и салатом, а вы там себе выписали что-то из космоса и вам пришло все в тюбиках, то это конечно было бы смешно и было бы это наверное странно встраивать. А так на тех же самых продуктах, просто немножечко с измененной схемой, я думаю, вполне можно можно приноровиться и самое главное при этом это просто понимать для чего вы это делаете. Делаете вы это просто так либо у вас все-таки есть какие-то причины для этого. И если эти причины очень веские, то я думаю можно постараться сделать так, чтобы что-то изменить в своем питании, в своей жизни, но чтобы ваша семья имела здоровую маму или жену. И это будет только плюсом для всех, для всей вашей семьи и для вашей жизни и для ваших близких. Да, вот это очень интересно, это очень странно и удивительно, но это факт, что когда вы делаете ваше питание более легким, более живым и более естественным, у вас энергии становится очень много, у вас уменьшается потребность во сне, у вас уменьшается потребность в пище, в количестве пищи, у вас энергия просто бьет ключом, она неисчерпаемая и вы иногда даже не знаете куда девать это количество энергии. И это происходит само собой, то есть вы спрашиваете чем я восполняю энергию, я ничем не восполняю энергию, она идет сама собой и происходит это ровно потому, что раньше все ваши силы и вся ваша энергия тратилась на то, чтобы переваривать сложную пищу и избавлять организм от отходов, от шлаков и токсинов. На это уходит очень много энергии и на вашу жизнь и на вашу деятельность у вас энергии просто не остается, поэтому вы устаете и чувствуете себя разбиты даже если вы довольно молодой молодая женщина или мужчина но это само собой исчезает вот эта усталость когда ваш организм очищается и когда ваше питание становится легким и когда на пищеварение и очищение ваш организм тратит не так много энергии и у вас ее остается очень много на вашу жизнедеятельность все очень просто и все это приходит само собой со временем по мере того как вы совершенствуете свое питание ну и последний вопрос он такой тоже я считаю довольно правильный хороший вопрос перешла ли я полностью на веганское питание нет я не перешла на веганское питание и я вообще не уверена что это моя цель перейти на какой-то конкретный тип питания я уже давно решила для себя что я не буду причислять себя ни к веганам ни к вегетарианцам ни к фруктоедам ни к сыроедам ни к каким-либо еще едам я человек который питается естественным образом и как вы уже теперь убедились прослушав вот это все мое видео мое естественное питание оно из года в год трансформировалось оно из года в год менялось и каждое каждое это изменение оно было естественным органичным и ненасильственным поэтому я не могу спрогнозировать то что будет дальше но на сегодняшний день я чувствую что моя потребность в свежей в сочной в сырой растительной пище она все возрастает а потребности в вареной и тяжелой пище такой как животная еда она все уменьшается и меня это радует и это еще раз убеждает меня в правильности моего пути и я по-прежнему иду этим путем постепенно без насилия над собой и получаю продолжаю получать хорошие результаты я думаю что этот путь он бесконечен совершенствование себя он очень интересен и поэтому у нас с вами впереди интересное будущее интересная перспектива наблюдать как оно будет дальше радоваться каким-то новым открытием каким-то новым успехом достижением и делиться друг с другом этими открытиями то чем я и планирую заниматься дальше на своем канале я вам сегодня очень благодарна за то что вы дослушали до конца этот длинный монолог но я думаю что он был не напрасен думаю что что-то полезное вы наверняка из него подчеркнули надолго не прощаюсь до скорых встреч